свою деятельность проекта вообще если вы новичок да то всегда возникает у любого новичка вопрос вот первый вопрос вопрос это что делать то есть вот вы прошли процедуру регистрации до активировали свою страницу в интернете на личном кабине в личном кабинете на сайте oriflame и сразу же такой вопрос да вы пришли на работу и что мне нужно делать этот вопрос всегда конечно возникает вы какую-то информацию уже получили от того человека у вас приглаш пригласил в этот бизнес большинство конечно людей 80 процентов всего нашего населения думают о том что нужно ну при вы приходите как на работу как куда-то вы устраиваетесь в жизни ваши да вы также устраиваетесь как будто бы здесь на работу на самом деле вы здесь не устраиваетесь на работу здесь нет такого таких принципов да как в обычной работе на обычный в обычных условиях здесь я нету четкого графика здесь у вас нет начальства здесь нет у вас ваших должностных инструкций каких-то да что вы должны обязаны делать это бизнес вы пришли в бизнес а тот человек который вас пригласил сюда он будет являться вашим партнером по бизнесу естественно все это будет происходить в рамках от нашего большого проекта который мы объединились он называется бизнес лига и поэтому делать здесь нужно будет только то что ну на начальном этапе скажет вам ваш спонсор информационный так называемый до который пригласил вас в этот проект и дальнейшем конечно вы будете там что-то креативить что-то возможно возможно придумывать свое это не возбраняется как обычно вот знаете на работе всегда я много лет сам работал на разных предприятиях и везде бы того ходила такая пословица что инициатива она наказуема здесь такого нет здесь не инициатива только она приветствуется при проявлении любой инициативы вы получаете прежде всего свой собственный опыт это очень важно очень важно получать свой собственный а можно получить кучу информации о том что делать да но не применив это никогда не научитесь работать но первым делом конечно отвечая на вопрос что делать вот основное основное самое главное первоначальное действие естественно в начальном этапе это просмотреть запись вебинара до какого-либо ролика другого возможностях нашего бизнеса потому что можно знать целую кучу информации о тех или иных инструментах которыми мы работаем в интернете но не понимать для чего это нужно потому что многие в интернете как бы думают что они разбираются да но тем не менее не все понимают что делать когда нужно что-то делать когда нужно работать применять то или иное те же самые соцсети да с этим мы используем основном основная масса людей соцсети используют ради общения друзьями там с одноклассниками и все для для работы их никто не применял а на самом деле соцсети очень широкая такая аудитория людей которые в соцсетях широкая такая аудитория людей которые соцсети используют для работы и вот когда вам ваш спонсор будет говорить да что нужно делать в этих соцсетях чего вы раньше там совершенно не делали да вы должны понимать для чего это нужно делать и вот поэтому прежде всего нужно посмотреть запись вебинара вот лев цепест вчера вел хороший вебинар о возможности нашего бизнеса о том что вообще можно здесь добиться чего чего он добился сам да вот такого плана нужно посмотреть ролики это и тогда вот у вас будет понимание да для чего вы будете делать те или иные действия до суперский вебинар был конечно у лев он другие не проводит мы продолжим вот здесь я объединил да эти два вопроса что и как делать на первом этапе конечно у нас стоят мессенджера мессенджеры это такие программы для общения в сети то есть там когда-то на заре зарождение эпохи интернет общение да это когда-то были там и сетью различные чаты различных формах да сейчас это все конечно переросло более в мобильные версии аська это уже вся отмерла и так далее вместе с ней все эти программы сейчас появились более продвинутые такие как ватсап до вайбер skype и так далее потому что эти программы помимо переписки позволяют там отсылать фотографии общаться голосом вплоть до видео передач да и так далее то есть мессенджеры нужны нам для того чтобы всегда быть на связи потому что наш бизнес подразумевает именно это чтобы человек был 24 часа на связи дальше для работы нам понадобятся аккаунты на полезных интернет-сервисов интернет-сервис я подразумеваю под собой определенные сайты такие как google там и так далее да потому что эти сервисы очень такой тоже хороший инструмент для работы полезный дальней дальше это нужные программы для компьютера их настройка на настройку я вам опять же расскажу в словах только я не буду показывать как настраивать те или иные программы вы это посмотрите в роликах где более популярно уже и предметно это все будет пока но естественно нужны программы для смартфона вообще вот сейчас уже пришли все к тому что но наверное 70 процентов всей работы до наших бизнесе происходит именно со смартфонов потому что смартфон всегда в руке всегда при тебе и очень удобно работать с телефона на там планшета или какой ну как вот такого мобильного устройства за которую вас есть вот очень много дублирующих программ сейчас которые мы используем и на компьютере и на смартфоне то есть мобильной версии какие-то может быть удобнее на на компьютере какие-то на смартфоне в общем это опять же вернусь к тому что это дело опыта то есть только благодаря опыту полученному вы придете к ним выводом которые которым вы придете продолжим значит то что касается мессенджеров два основных мессенджера которые мы используем это telegram и skype telegram это программа новая она не у многих есть да тем более что изначально она на английском языке и нигде в общем доступе нету информации о том как вирусифицировать поэтому telegram не получила пока такого широкого распространения у нас в россии хотя telegram этот придумал наш русский человек павел дуров который организовал социальную сеть вконтакте самую большую сеть россии он же придумал telegram видимо того что где-то живет он сейчас в америке там или европе это через все считается самой защищенной он даже по моему там приз какой-то как сказать-то типа устроил такого конкурса что строит хотя бы один час в этом telegram это получит 300 тысяч долларов пока никто этого не сделал то есть это самая защищенная сеть читает сейчас в мире ну нам как бы наша защищенность нам скрывать нечего она это этот мой стенджер он очень удобен для ведения бизнеса тем что в плане того что можно создавать как чат и как так и каналы какие-то получат и вмещают до 5000 человек ни один мессенджер этого не позволяет том же ватсапе там помогут 256 вайбере также тоже немного там по 128 вообще в телеграме можно в чат вместить до 5000 человек стараюсь какой размах telegram еще удобен тем что устанавливается как программой на компьютер и программой на телефон вайбер тоже конечно можно установить на компьютер но программа очень тяжелая и занимает очень много места на компьютере telegram получше попроще ватсап вообще не устанавливается на компьютер skype вот skype тоже сейчас они видимо какой-то там ребридинг свой провели проблемы какие-то у людей возникают с регистрацией там очень сложно как-то сделали видимо для чего населения это нужно учетной записи в microsoft и но в общем подробный ролик тоже сделаю по установке skype на компьютер то есть я думаю никакие сложности с этим не возникнет skype обязателен потому что ну во первых это очень дешевый вид связи до всегда можно провести конференцию да на по моему при использовании видео до десяти человек без использования видео можно до 25 человек до 25 человек общаться скайпе одновременно все это бесплатно очень удобно из телефона это можно сделать из компьютера они во всех регионах сейчас наверное такие тарифы телефонные когда можно там безлимиты безлимиты дешевые вот у нас московской области они давно появились тоже не знаю как там в россии вообще во всех регионах народ у нас конечно всех регионов поэтому по skype общаться очень удобно потому что вот именно такое личное общение это самый первый инструмент вообще в нашем бизнесе вы можете там много всего знать и уметь да она без личного общения в бизнесе нашем не обойтись общаться нужно и новичку со спонсором со своим и спонсором между собой уже те кто давно в этом бизнесе то есть самое главное в нашем бизнесе это общение поэтому skype установить нужно и разобраться в нем обязательно и телеграм естественно тоже вот теперь давайте поговорим о полезных сервисах самый первый самый полезный сервис в нашем бизнесе это естественно google.com это большая такая американская корпорация всех все поисковые запросы дал когда в поисковике кто-то ищет 80 процентов всех поисковых запросов приходится на на google в мире вы представляете какой размах но естественно что это церковь самый продвинутый вообще в интернете он предоставляет очень много инструментов вообще вот если смотрите вот во первых регистрироваться можно на этом сервисе я например имею там две учетные записи первые учетные записи которые у меня в телефоне да то есть если у вас телефон с андроидом по у вас по-любому есть учетная запись на гугле но также у меня есть моя рабочая учетная запись который я в основном и пользуюсь если вот вы зайдете на сайт google.com да и если у вас вы уже вошли его свой аккаунт это будет выглядеть вот так так мышку мое видно давайте обратную связь а то я как говорю сам с собой да хорошо вот значит это вот так вот выглядит окошко до входа в учетную запись то есть вот ваша фотография и вот здесь вот есть такие 33 33 на 3 до точки такие квадратики если туда нажать то открывается доступ к этим сервисам который google предоставляет инструментов тем инструментом вот здесь вот первый эшелон до этих сервисов вот второй нажать на еще и внизу еще появляется они же есть кнопка которая называется вот другие сервисы google если туда нажать то вообще открывает целый список они там разделены на разделы да там для бизнеса для общения и так далее они конечно ну как бы нужные сервисы да но нам сколько не нужно для работы поэтому я вот не выделил те которые нужны нам то есть вот обязательно установить разобраться нужно будет именно в этих вот четырех это google диск google таблицы google формы google и google диск он устанавливается ну на некоторых смартфонах например он уже идет предустановленный то есть вы покупаете телефон там уже установлен google диск где-то возможно его нужно будет установить все это устанавливается флеймаркете на компьютер тоже просто вот заходите на сайт google забиваете google диск установить на компьютер да и устанавливать его на компьютер на компьютер у вас появляется папка которая будет называться google диск то что вы положите в эту папку это же то же самое отобразится у вас на смартфоне то есть например если какой-то файл хотите передать на телефон то его всего-навсего нужно будет просто на компьютере положить в эту папку и этот файл там или документ отобразится у вас на смартфоне то есть это называется синхронизация google таблицы тоже устанавливается на телефон на компьютер и устанавливать не надо на компьютере мы просто входим в эти google таблицы через сайт в браузере в обычном там осили кроме что нам установлен вот google таблицы нам тоже обязательны потому что весь учет данных очень удобно вести в google таблицах конечно большое удобство предоставляет то что эта синхронизация во первых между компьютером и смартфона то есть то то что вы занесете на смартфоне отобразится на компьютере наоборот и очень удобная система именно введения статистики в google таблицах например я ту работу которую провожу в соцсетях да я всю эту работу заношу в google таблицы где когда чего я делал и в дальнейшем я смотрю слежу за своей статистикой работы google форма это не программа это просто сервис в браузере да будет у вас google формы вообще нам он нам нам они нужны для единственной цели это создание регистрационной формы то есть когда вы сами такую же форму точно заполняли до новички пришел я предполагаю что такую же форму потому что еще сервисы предоставляющие заполнению форм других да но вот я например использую google форма это то есть создается такая анкета где написаны те или иные данные которые вы должны внести туда-то там такие квадратики поля для заполнения вы называем там есть кнопку ниже отправить да и все эти данные приходят вот в такую вот google таблицу которая связана будет с этой google формы опять же вот повторюсь сейчас вот я в об этом обо всем говорю но это есть на это есть видео где это более подробно описано эта информация сейчас я вам говорю только такая знакомитель вот google форма валка вообще конечно их возможности очень тоже большие составления различных анкет там разные виды вопросов есть разные виды заполнен наполнение и и там ее можно разукрасить там и как в общем тоже очень много всего там можно сделать этой google формы но еще раз повторюсь мы используем ее в основном току в один в одном единственном моменте это составление регистрационной формы для регистрации в рефлей потому что каждый проводит регистрацию спонсор сам а google keep google keep на компьютер он не устанавливается это опять же просто браузерная версия до браузере вы открываете сайт google keep а в телефоне есть программа google keep тоже с play market ее можно скачать тоже весь плюс ее в том что это синхронизация между компьютером и телефоном нужна она нам для таких вот заметок до каких-то когда вот мы ведем работу в интернете мы используем там те или иные тексты для приглашения людей в свой бизнес да и чтобы например когда вы будете работать в телефоне тот или иной текст вам нигде не искать да он есть у вас в этом google keep то есть вы его на компьютере там внесли да и на телефоне у нас появился либо что-то записали на телефоне и синхронизировал это все с компьютером то есть очень удобно там внутри этого google keep очень много инструментов там можно любой записи присвоить ярлык вы чтобы не искать там где-то чего-то вы на нажали на этот и руку как раньше книгах были закладки положили закладку открыли на той странице где вам нужно тоже очень много там всего у меня есть подробное видео по этому google keep сделайте запрос в чате я его туда скину посмотрим так дальше вот обязательно пригодится в дальнейшем это вот google почты youtube но как бы почты пользуются все всегда да но и ютюбом пользуются все всегда как youtube это вообще там где-то я видел статистику вообще самый посещаемый ресурс в интернете это именно youtube там миллионы там гигабайт терабайт видео до туда загруженого и каждый день загружается каждую секунду вот но именно то что нужно для нашего бизнеса вам пока ну это ну как бы сказать то не особо это пригодится в дальнейшем до youtube это очень такой хороший качественный инструмент для продвижения на собственного бренда в сети сейчас потому что люди мало читают но много смотрят видео да и вот свой бренд именно продвигать лучше через битву качественно более качественно это получится а почтой дамы почты мы пользуемся всех всегда но на все сто процентов до почты мы не пользуемся у хочет вообще очень большой потенциал и когда в дальнейшем вы уже вырастите в этом бизнесе почта будет вам таким хорошим подспорьем в этом просто нужно будет не разобраться а что и как немножко конечно это сейчас отмирает электронные письма да но тем не менее очень такой хороший инструмент действительно нужно будет в нем разобраться там очень много всяких премудростей по наведению порядка когда на почте там по разделению писем вот тому же созданию ярлыков и так далее вот тоже у меня правда нет такого ролика я пока не вижу в нем надобности да но в дальнейшем планирую снять ролик о качественному использованию почты вообще потому что вот например на гугл почте если сейчас у многих да на разных сервисах на яндексе на мэйле там еще где-то у кого-то может даже на рамблер есть почта вот можно это все объединить в одну гугловскую потому что она самый удобный сервис и ну вообще-то нужно будет разобраться с почтой так ну давайте перейдем еще следующим сервисом это сервисом для получения одноразовых номеров немножко забегу вперед юля хомякова будет вести вебинар по на созданию страниц соцсетях и возможно она тоже затронет эту тему но тем не менее затрону здесь ее я потому что сервисы эти нужны для одного аккаунта из одной соц сети выдается на этих сервисах один номер ну там также присутствующего платная возможность повторной отправки смс я сейчас расскажу для чего это нужно сервисов этих очень много наиболее популярную я выделил три штуки это онлайн 7 смс рек и смс арея лично я пользуюсь только одним онлайн sim 1 он как бы я смс рек тоже пользовался смс арея ни разу но так онлайн 7 не приглянулся больше уж не знаю почему они просто на самом деле они конечно одинаково немножко там отличаются структуре своего сайта да немножко там отличается может быть в каком-то удобстве для кого-то да ну в силу не знаю каких стоит что онлайн 7 не понравился больше всего я не делаю никакой рекомендации да сами выберите какой вам выборе вот здесь вот я просто немножко сделал скрин до своего как сказать личного кабинета что ли да в онлайн sim здесь вот это баланс денег которые там у меня находятся я обычно кладу их через яндекс деньги мне очень удобно так небольшая комиссия и вот здесь вот мышка моя видно еще раз прошу мышку видно мою прошу не вот здесь вот если нажать вот на кнопку прием смс до в этом меню видно какие сервисы и он предлагает номера для каких сервисов он предлагает вконтакте одноклассники но смотрите вконтакте самый популярный сервис поэтому номера там бывает очень редко я даже ночью проверял их не бывает они там неизвестно вообще когда бывают куда можно в общем зайти мы видим из телефона почему-то не видно вот красным цветом это значит номера пока нету зеленым цветом если навести на них мышку дает при наведении мышки на это название одноклассники там вконтакте они окрашиваются таким цветом эти поля вот в одноклассниках например есть номера до вконтакте нет цена разная 15 рублей 12 до 8 и 6 соответственно за одноклассник вот 15 рублей это цена за номер который вам выдается прямо сразу 12 рублей это цена за номер который вы немножко подождете и на него немножко дольше идет sms но немножко это растягивается от 20 минут и до часу порой ну разница в 3 рубля не такая уж и большая да по поводу того что номера редко бывают но смотрите вот например если появляется номер вконтакте то я сразу регистрирую 3 аккаунта больше я трех аккаунтов сутки не регистрирую также одноклассники тоже больше трех аккаунтов сутки я не регистрирую для контакта нужно ловить момент так дальше тоже поэтому сервис у меня есть подробные видео можно посмотреть так и что там как вас деньги так регистрироваться там как покупать номера давайте перейдем программам для компьютер кажется да что интернет работа там подразумевает большое количество там действий инструментов вот смотрите на самом деле нужно всего-навсего три программы для новичка естественно у меня конечно их больше но ненамного я скажу ну вот вам достаточно будет 3 это браузер я рекомендую конечно mozilla firefox потому что он как-то более гибкий такой да для работы там такие более скажем так оптимизированные для нашего бизнеса расширения да мы используем в этом браузере и у меня тоже есть видео потому как установите какое самое важное расширение под названием мультифокс вам нужно будет туда установить до юля возможно хомякова вам скажет про другое про что-то ну вот я рекомендую например mozilla firefox дальше это skype и telegram но я уже о них говорил то есть это тоже нужно будет обязательно установить на компьютер и в общем то для начала все основная конечно работа происходит у нас мазили там сделаю видео до популярное такое как пользоваться как вообще настроить для работы этот браузер на вам да умеем настроен на самом деле там делать много ничего не надо там все просто доступны какие расширения туда установить нужно вот на начальном этапе еще раз повторюсь вам нужно только установить браузер могилу firefox установить туда расширение под названием мультифокс но это расширение нужно для того чтобы например находиться на одной в одной и той же соцсети данных одноклассников но находиться там с разных аккаунтов понятно да то есть если раньше люди думали что для того чтобы открыть там два разных аккаунтов в одной соцсети нужно открыть два разных браузера да то сейчас это не нужно делать сейчас достаточно установить такое расширение в браузер такое расширение конечно есть и угли google chrome да но вот почему-то мне удобно показалось более более удобно мне показалось именно в мазили это расширение под названием мультифокс в этом самом кроме по-моему называется мульти лаги вот так дальше вот верну теперь приступаем самому важному да это основные программы для смартфона если нет браузера ты имеешь ввиду эльвир какого чего если нет если нет его чего вообще давайте сейчас я уже скоро закончу и время еще останется я отвечу на все ваши вопросы вот смотрите основные программы для смартфона я вот сделал скриншот своего экрана телефона и разделил его на две части видите да это половинка своего экрана верхней части экрана то есть у меня находятся те программы которыми я пользуюсь период ну постоянно которые нужны по любому они нужны для работы первое первое вот называется она им плюс про ну вообще называется им плюс про это потому что это платная версия я ее купил она стоит стоит там недорого и поэтому я его купил потому что там нет рекламы и так далее что очень мешал я не я конечно не рекомендую вам его покупать я его я его тоже купил не сразу я сначала так попользуюсь смотрел нужно ли она мне или нет это приложение позволяет вам находиться постоянно в сети да в нескольких аккаунтах я вообще его использую только для одноклассников в контакте я его не использую силу того что в контакте постоянно так как еще раз повторюсь это приложение позволяет всегда быть онлайн то есть даже если телефон у вас лежит в кармане да как казалось с выключенным экраном да это приложение всегда держит ваш аккаунт открытыми в соцсети то есть они всегда онлайн всегда горит вот этот желтый желтая . да рядом с вашей фотографии если человек откроет ваш аккаунт он увидит что этот человек находится онлайн хотя на самом деле компьютер у вас выключен на телефон в кармане и поэтому в контакте так как приложение сторонние до система в контакте увидит как сторонние приложения и подразумевает что возможно вы робот если вы пользуетесь стороне приложение и поэтому всегда запрашивает копчу например если мне нужно войти в одноклассники да на этом приложении какой-то диалог в одноклассниках у меня сразу вылезает копча который я должен заполнить контакта я поэтому контакты аккаунты вконтакте я у него включил пользуюсь только для одноклассников одноклассники такого не запрашивают вот это приложение только для диалогов страницы вы свои там не увидите это только переписываться дальше ватсап ну я им пользуюсь сейчас редко но тем не менее у меня есть потом telegram оба о чем я говорил skype вконтакте официальное приложение это моя родная брендовая страница одноклассники моя родная брендовая страница то есть вот вконтакте можно ну как это называется официально приложение добыть только в одном аккаунте до находиться в одноклассниках сейчас есть такое такая функция что можно там до 9 аккаунтов открытыми держать но опять же там нужно из одного выйти в другой войти процедура там это быстро там всего на все нужно будет пароль внести да вот ну я не знаю насколько это удобно я этим не пользуюсь вот дальше идет link light это приложение для контакта подобных приложений я видел 32 бесплатных это коты мобайл и вот линдлайт есть еще одно платное я не помню как она называется им пользовался одно время но не стал меня на чем-то не понравилось вот линдлайт мне понравился больше всего это приложение позволяет загрузить на ваш телефон большое количество ваших аккаунтов вконтакте вы не будете во всех аккаунтах онлайн да вы будете только в том который у вас открылся на данный момент открыт то есть вы зашли приложение открыли какой-то из аккаунтов закрыли свое приложение именно в это приложение будет приходить вам все ваши уведомления кто-то там лайкнул кто-то вам что-то прислал до чтобы просмотреть что происходит других аккаунтов вам нужно надо всего-навсего там открыть линейку этих аккаунтов войти там туда не нужно ничего вводить не логин не пароль просто щелкнуть по своему имени до своей фотографии как им пользоваться у меня тоже есть подробные видео очень полезная программа очень удобная рекомендую конечно установить дальше instagram instagram ну тоже такая социальная сеть который сейчас мы активно начинаем использовать приложение для телефона возможно находиться в пяти аккаунтах одновременно да ну то есть уведомление будет приходить в пять аккаунтов ваш одновременно какой то если вам нужно будет войти вы просто там выбираете как него войти в очень просто там это все делается вот тоже удобная программа потому что например для компьютера instagram не представляет такие возможности что можно сделать с телефона да вот это такая сейчас знаете для нашего проекта может быть такая немножко новая тема инстаграм но я не говорю там про кого-то в частности да в общем с кем я разговаривал до инстаграм сейчас как-то не особо используют но начинают потому что и надо его использовать вообще на все стопроцентно потому что сейчас самая популярная сеть становится именно инстаграм она выходит лидер не хватает у меня здесь еще конечно фейсбука но его не хватает силу того что я им пользуюсь и как бы вот той работы которую я делаю мне пока хватает вот двух сетях в трех сетях это вконтакте в одноклассниках инстаграме фейсбук у меня пользуюсь мало и потом само приложение фейсбук она очень тяжелая для компьютера там есть какая-то как бы настолько большая тема что по каждой из ней мы возможно там дальнейшем проведем вебинар по отдельный вебинар для отдельной соцсети потому что возможности очень много методов работы в них очень много инструментов они эти самые сети предоставляют очень много вот в рамках одного часа об этом обо всем конечно не расскажешь поэтому вот вебинар и веду своего именно как анонсы делать дальше это google о котором я говорил тоже скачиваем у сплэй маркета вот как им пользоваться у меня тоже есть ролик все это там очень подробно описано google диск которыми тоже уже говорил gmail и таблицы таблицах я тоже уже говорил что так вот выглядит приложение для телефона все это тоже скачивать свой маркета почта обычно у всех предустановлено диск тоже обычно всех предустановлен вот ей хоть что-то стопроцентах но если диска нет вы его установить и таблицы переходим дальше переходим к тем программам которые но они как бы являются вспомогательными тем не менее они тоже нужны вот сиси клинер это у меня был до этого телефон я вообще не пользуюсь этим сейчас я активно пользуюсь потому что у меня память для установки приложений в телефон очень ограничено и мне постоянно чтобы что-то новое установить приходится очищать память телефона вот и поэтому я сейчас стал пользоваться этой программы сиси клинер она есть также для компьютера тоже очень хорошая программа точно такая же я имею ввиду для очистки компьютера но для очистки телефона и биридер это книжки я читаю на телефоне вот я уже снял видео потому как пользоваться этой программы я и пользуюсь уже не один год еще смартфонах nokia пополнит такие было там операционная система симби стояла биридер у нас когда родился старший ребенок он родился у нас в мае и у нас здесь вот недалеко есть в ореховске и пробористка боли тогда знает профилатуре и вот все мамочки да и папочки с колясками гуляли то я убрал свой телефон у меня был на на тот момент n7 и street то есть ли помню такие ноги смартфонов я с этой помощью этой программы перечитал там целую кучу книг пока у ребенок был по возрасте что с ним нужно было гулять по три раза в день вот тогда еще были вот этих биридер это было там девять лет назад дальше программа это вебинар эта программа для просмотра вот таких вот вебинаров смартфона очень не скажу что она прям очень удобно и да но поудобнее чем раньше мы пользовались пуппин фри браузером до программа мне кажется такая более удобная как и пользуются тоже есть ролик вот устанавливаем пользу ну youtube он предустановлен конечно на всех телефонах с андроидом да я не знаю как на iphone видимо установить нужно вот дальше это рефрейм бьюти это такая знаете вот она недавно эта программа появилась рефрейм вообще очень здорово модернизировал мобильную версию сайта вот и рефрейм бьюти это некая такая мобильная версия сайта то есть то что вы войдете в браузер да откроете арифлейм бьюти это тоже самое один в один очень удобно советую всем и установить вот если нужно срочно там зайти что-то посмотреть на сайте очень удобно а помимо конечно того чтобы браузер увидеть там тоже много всяких инструментов приложения именно то что касается это приложение дальше на рефлейм бизнес как она там полностью не помню называется она по моему из 9 процентов доступно там я отслеживаю всю свою структуру кто какие заказы сделал да насколько банок сколько банок там по структуре контакты из этого приложения очень удобно рассылками смс рассылку делать да ну там что не больше 100 сообщений можно отправить email рассылку можно делать если кому-то позвонить нужно там не нужно искать телефонной книги в этот номер вы просто ищите этого человека в этом приложении да и прям из этого приложения можно позвонить проходит по обычной системе удач понятно что play market откуда мы все берем любого есть на смартфоне и вот это приложение я его тоже недавно установил следующее как она я не знаю по англии правильно читается квадратик на 3 части разделен это для создания коллажей до instagram кто пользуется инстаграмом это очень полезная штука делать такие коллажи они более к себе да вот эти фотографии ну естественно браузер google chrome я пользуюсь на смартфоне пробовала пользоваться своим любимой и своей любимой mozilla и мне почему-то она модельной версии пользуюсь chrome вот что у меня там дальше я уже забыл а дальше у меня все дальше мы учили вот ну в общем-то вроде все рассказал если что-то хотите могу повторить и буду сейчас отвечать давайте на ваши вопросы какой объем памяти должен быть на телефоне чтобы можно было с него работать использовать все перечисленные сервисы программы так на этот вопрос я отвечу так памяти у телефона разные 1 называется оперативная память на 2 называется я уже забыл как она называется в общем то что для хранения память для хранения ваших файлов вот сейчас большую роль играет оперативная память у более простых смартфонов она 1 гигабайт да вот таких как мой она 2 гигабайта и выше есть 3 4 гигабайта да вот именно вот эта память должна быть большой год был добавит для установки например у всех этих приложений моем телефоне памяти по-моему 4 4 гигабайта мне вполне достаточно оперативной памяти у меня 2 гигабайт то есть оперативная память позволяет держать большее количество приложений открытых и процессы внутри телефона происходит быстрее обмена информации тогда естественно конечно еще играют ролик вообще вообще какое же как так называемое железо вашем телефоне там тактовая частота процессора вообще наличие сколько ядер там имеет этот процессор и так далее а конечно большую роль сейчас играет и объем батарейки вашей до например удают у меня был телефон там если кто знает 4 400 миллиампер часов в этом телефоне у меня 3000 до его разница ощутима то есть очень часто к розетке бегу ваш ответила вопрос но есть еще вопрос или я заканчиваю так если нет в расширении в мазере для компа как его установить так эльвира но установить его я часто словами не могу передать когда там есть меню где есть дополнение и как его устанавливать но у меня есть ролик я в чат сейчас кину вы нашли в этот ролик как установить мультифокс мазил дальше оля ружкова какой-то вопрос задала лучше как связать почту с ютюбом то значит как связать с под ютюбом youtube и почта джимаил она на одном сервисе она у тебя по-любому там как-то связано если я не знаю про что ты имеешь ввиду дополнениях нету ну ролик у меня я не помню как то есть по моему как установить но можно в поиске просто ты входишь мазилу и в любом и в любом поиска в любой поисковой системе там гугли не важно где то есть мазили именно заходишь мазилу и поиски забиваешь мультифокс оля для того чтобы выкладывать на youtube ролики почта не нужно ты просто должна на ютюбе войти его в свой аккаунт gmail да если он у тебя есть и создать нужно свой канал на ютюбе нужно создать свой канал для того чтобы туда выкладывать ролик сюда ссылки запрещено отправлять я их выставлю в этот самый чате но google плюс я не знаю насколько он нужен я им не пользуюсь google плюс это тоже такая социальная сеть она в нашей стране имеет малую популярность так ночью на это все наверное заканчиваю